25 25 стало можно начинать я объявляю ну уважаемые коллеги давайте начинать наш сегодняшний петербургский докладчик яна исаевна белопольская вот тема вероятно станет интерпретация нелинейных параболических уравнений систем пожалуйста спасибо у меня произошла проблема которые у меня высветился чат я не могу его убрать он закрывает экран щелкнуть понимал запросить закрыть его или нет щелкнула он не спрашивает так другой кнопочки щелкнуть в чем проблема убрать чат я случайно его открыла он закрывает экран мы все видим мы все видим экран кроме вас да попробуйте там может быть есть стрелочка такая с левом верхнем углу небольшая у вас как у меня есть против не нажать и закрыть нет а сейчас все отлично теперь вот ну замечательно все получилось спасибо за возможность выступить на этом семинаре я хотела бы рассказать о связях которые существуют между нелинейными параболическими уравнениями системами и теории статистических дифференциальных уравнений значит в другой интерпретации можно сказать что другими словами можно сказать что я хочу поговорить вероятностной интерпретации вот соответствующих объектом нелинейных параболических уравнений систем значит речь пойдет о двух классах принципиально отличных уравнений и систем которые с вероятностной точки зрения будут интерпретироваться как прямые и обратные уравнения калмогорова для неких случайных для неких марковских случайных процессов в действительности значит я хочу поговорить об этом таким образом я начну с более простых для вероятности как обратных параболических уравнений для которых ставится обратная задача каши и которые представляют собой действительно обратные уравнения калмогорова затем я рассмотрю системы таких уравнений а затем перейду к более сложному объекту который представляется который можно интерпретировать как прямые уравнения калмогорова ну и систему таких уравнений причем все эти объекты будут нелинейными ну а теперь о том что о чем действительно пойдет речь я сейчас скажу конечная цель моего доклада состоит в том чтобы написать стахастические задачи связанные с задачей каши вот такого вида значит эта задача каши уже написано сейчас для системы это вот конечная цель доклада значит система нелинейных параболических уравнений на самом деле будут рассмотрены в основном так называемые 7 линейные уравнения это те уравнения которые у которых нелинейность есть только относительно самой функции с другой стороны все производные первые вторые входят линейным образом хотя потом будет обсужден вопрос о том как распространить технику и методику которая будет применена здесь на соответствующие квазилинейные то есть системы зависящие нелинейным образом от первых производных или полностью нелинейные уравнения которые тоже представляют интерес это будет один тип систем но перед этим мы поговорим конечно о том случае когда число уравнений в системе равно единице то есть поговорим сначала о скалярных уравнениях а затем перейдем к системам ну и системы второго типа о которых я сказала которые будут выглядеть вот каким образом действительно их можно для случая единицы это будет просто обратно не линейное обратное уравнение калмогорова и в действительности это будут уравнения типа уравнений макина власова которых вот нам рассказывали которыми занимается большое количество людей вот в частности из присутствующих здесь насколько я понимаю только саша веретенников но вообще эти задачи представляют большой интерес с другой стороны и наконец вот совсем немножко я коснусь систем которые будут выглядеть вот так как выглядит последняя строчка вот чем отличаются вообще говоря эти системы кроме того что ну вот это прямые уравнения это обратные на самом деле вот эти обратные уравнения которые написаны в первой строчке или и система таких уравнений того типа который представлен их очень легко перевести в уравнение которые условно будут называться прямыми в том смысле что начальные условия у них тоже будут задаваться так как здесь на левом конце временного интервала и сделать это можно будет просто с помощью простой замены введения новой функции у которой время потечет в обратную сторону чуть позже я поговорю об этом но вот для этих систем такие трюки не не реализуются а вот эта система промежуточная у которой смотрите у этой системы главные члены производная по времени и вторая производная по пространство и переменной они диагональны у этой системы уже вторые производные входят не диагональным образом систему а вот это промежуточная в том смысле что хотя диагонально вот эти первые два слагаемых входят систему диагональным образом но в отличие от первой системы здесь коэффициент диффузии в каждом уравнении свой тут прошу прощения опечатка я уже сказала только начала это говорить здесь конечно и стоит аль и же и вторая производная и потому как тут написано я прошу прощения да это написано для этого уравнения значит и каждом в каждом строчке стоит свой коэффициент диффузии аль ты применяется к функции же l это опечатка ну я на самом деле об этих системах говорить очень мало я просто говорю о том что вот есть промежуточные есть полностью диагональные есть полностью не диагональные они кстати иногда называются системами скросс диффузии потому что в это уравнение входят матрица диффузии оказывается такой не диагональный и значит вот такого вида уравнение ну хорошо итак я начну с того что будет обсуждены скалярные варианты рассматриваемых задач то есть будет мы сначала рассмотрим на нелинейное уравнение такого вида представляет собой обратную задачу каши и решать для него будем обратную задачу каши и уравнение нелинейное уравнение вот этого вида для которого будет решаться прямая задача каши с начальным условием доля а у тебя коэффициент в уравнении от времени явно зависит или нет или в принципе безусловно могут это ничему не мешает но но я сейчас рассматриваю ситуацию когда они не зависят явно от времени просто изложение будет более более громоздким а так сказать я постаралась выбрать самый простой вариант теперь значит что можно сказать об этих уравнениях вот мы действительно хотим трактовать что важно сказать об этих уравнениях что вот посмотрите коэффициенты в них написаны как-то по-разному вот здесь стоят круглые скобочки это просто означает что коэффициент зависит от пространственной переменной и сюда нелинейно входит функция относительно которой рассматривается это уравнение а во втором уравнении это уже более сложный объект это стоят функционалы от меры второе уравнение вообще может рассматриваться либо как уравнение в мерах либо если это если эти меры имеют плотности относительно мел или бега то можно смотреть на это уравнение как на уравнение относительно плотностей но коэффициенты по-прежнему значит у нас будут иметь вот такой вид вид функционалов ну значит такими уравнениями занимаются достаточно давно и первые пионерские работы которые собственно положили начало изучению связи между этими уравнение ными уравнениями такого вида и стахастическими дифференциальными уравнениями это были работы маккина 1966 года и работа фрейдлина 67 года при этом фрейдлин занимался уравнениями первого типа а маккин значит положил начало теории уравнений этого типа и соответствующая стахастика называется уравнениями маккина власова и мы о ней еще немножко поговорим значит итак фрейдлин рассматривал на самом деле фрейдлин рассматривал задачу каши вроде бы как прямую написано как прямая задача каши и условия для нее ставится на левом конце временного интервала однако вот с помощью простой замены времени функции то есть введением новой функции в можно можно свести это уравнение уже рассматривать постановку для него как обратной задачи каши и тогда достаточно легко находится соответствующая вероятностная интерпретация этого уравнения что же собой представляет вероятностная интерпретация значит если бы мы вместо 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 функции в сюда поставили бы какую-нибудь известную функцию но обладающую конечно хорошими свойствами то есть например ограниченного и липшицева то мы легко бы написали соответствующий соответствующий случайный процесс связанный с этим уравнением потому что мы бы смотрели на вот написанный здесь эллиптический оператор как на генератор соответствующего марковского процесса и тогда стахастическое уравнение для этого марковского процесса естественно написать вот в таком виде значит коэффициент диффузии соответствует тому что написано здесь коэффициент диффузии соответствует это корень квадратный из того коэффициента который стоит в параболическом уравнении однако все-таки нас интересует нелинейное уравнение а поэтому в качестве значит мы будем считать что функция v неизвестная нам функция и мы хотим как-то доопределить то есть поскольку уравнение стахастическое оказалось уравнением с двумя неизвестными мы хотим добавить некое соотношение которое позволило бы рассмотреть уже систему и обсуждать вопрос о существовании единственности ее решения в качестве такого в качестве такого замыкающего соотношения разумно взять соотношение которое в линейном случае просто играет роль вероятностного представления решения соответствующей линейных задач и тогда на пару соотношение 4 5 можно смотреть как на систему которую и следует исследовать значит если предположить значит глядя на эту систему легко понять что если предположить что у нас есть классическое решение рассматриваемой параболической задачи то просто формула это немедленно показывает что представление решения этой задачи можно получить в таком виде ну значит я я думаю что формула это вполне известный объект это способ найти стахастический дифференциал скажем функции у от ткси от и если мы по стахастическому дифференциалу процесса кси от т значит если мы применим формулу и так функции в то мы получим соответствующее выражение которое нам по сути дело объясняет что если вы это решение нашей рассматриваемой задачи то тогда под интегральное выражение в этом интеграле равно нулю и это равен на самом деле этот функционал равен нулю при любых т и начальных условиях x отсюда будет следовать что ну просто что вы от т минус т x будет равно вот этому выражению то есть мы получили вот такое вероятностное представление значит задача осмысленно поставленный вопрос становится возникает о том в каких случаях при каких условиях на коэффициенты она будет иметь решение условия эти в принципе сейчас не сформулирую на все таки условия потом для того чтобы найти решение стахастической задачи то есть вот этой системы уравнений нам достаточно потребовать чтобы коэффициенты рассматривать коэффициенты а xv и а большое xv стахастическом уравнении были бы липшесовы и имели бы сублинейный рост по x и в принципе допускается полиномиальный рост по по в значит правда в этом случае мы можем доказать следующий факт что существует интервал вообще говоря меньше чем весь рассматриваемый рассматриваемый интервал ноль т некий интервал т 1 т такой что для всех т маленьких из этого интервалов существует решение стахастической системы причем все все тx т будет марковский случайный процесс а от t x будет ограниченная липшесова функция а вот если мы потребуем чтобы коэффициенты были достаточно гладкие, ну, скажем, дважды дифференцируемые, иногда нужно 2 плюс альфа дифференцируемые, то функция u от tx, которая возникла как решение u от tx, в принципе, можно поочередно сказать сначала v от tx, которая возникла как решение этой задачи, она будет классическим решением, единственным классическим решением задачи 3, ну, продолжая дальше рассмотрение, тем самым мы построили классическое решение задачи, исходной задачи 3, тут дважды 3 появилось, так, нехорошо. Вот, значит, итак, это, значит, вот одно направление, которое мы позже будем распространять на системы, на квазилинейные и полностью нелинейные уравнения. Второе направление, начало которому, я уже говорила, было положено в работе Маккина, состояло в том, чтобы написать, свести вот ту нелинейную задачу относительно меры, свести к некой стахастической задаче. Ну, и здесь опять возникает такой же феномен. Значит, мы достаточно легко можем написать стахастическое уравнение, генератор которого, если мы знаем, что это Марковский процессор, его генератор будет в точности, прошу прощения, не то я говорю, что я хочу сказать. Давайте вернемся к этому уравнению. Значит, что мы можем сказать об этом уравнении? На самом деле, поскольку мы рассматриваем уравнение в мерах, то в действительности мы, конечно, будем искать, вообще понимать под его решением слабое решение этого уравнения. Другими словами, чуть позже я буду об этом говорить более подробно, но речь пойдет о том, что нам для того, чтобы найти генератор вот Марковского процесса, который может быть связан с этой задачей, нам нужно будет написать сопряженное уравнение, то есть проинтегрировать это уравнение с тестовой функцией, перебросить с помощью интегрирования по частям соответствующие производные на эту тестовую функцию, и тогда мы увидим, какой вид будет у нашего, у генератора интересующего нас процесса. Ну, а на самом деле, значит, этот генератор будет определяться коэффициентами А к 7, Т мю и этим, и соответствующее стахастическое уравнение будет получено вот таким образом. Но опять мы рассматриваем сейчас меру мю, хотя она, значит, как неизвестную меру, ну и доопределяем это уравнение до системы, просто объясняем, что мера мю – это есть не что иное, как распределение случайного процесса к СИАТЭ, который будет удовлетворять этому уравнению. Значит, что еще? Маленький вопрос. А Макин рассматривал общую зависимость от мира или вот интегрального типа? Интегрального типа, конечно. Интегрального типа. Потом это распространили. Потом это распространили. Да, нет. Тут самое главное, в общем, понять, что коэффициентами в таком уравнении коэффициенты же должны быть… Ну, значит, что можно сделать? Можно действительно… Сейчас, где-то раньше было, что такое, как выглядит этот коэффициент. Вот он, да? А дальше, пожалуйста, можно… Я пропустил. Я прошу прощения. Нет, ради бога. А дальше можно, конечно, рассматривать функции от этой функции уже и обсуждать там какие-то более сложные объекты. Но тут главное понимать, что роль коэффициентов должны играть… Ну, мы не знаем, что такое, скажем, мю квадрат, если мю – это мера. А что такое квадрат этой функции, легко понять. Это очевидно. Хорошо. Значит, итак, что же… Да. Ну, вот на самом деле, как раз то, о чем я говорила, что поскольку мы будем понимать, что для меры мы будем рассматривать слабые решения, то вот проинтегрировав меру с тестовой функцией, в качестве которой, значит, будет выбираться либо разные варианты возможны, значит, возможно, пространство функций бесконечно дифференцируемых с компактным носителем, а значит, когда-то нам понадобится и просто пространство ограниченных измеримых функций для того, чтобы задавать соответствующие функционалы. И так, значит, вот генератор, как я сказала, определяется после того, как мы рассмотрим сопряженное уравнение, ну вот, которое в данном случае, значит, оператор L, возникающий в этом уравнении, он как раз и естественным образом служит генератором маркерского процесса, удовлетворяющего вот этому уравнению. Значит, вообще говоря, значит, вот еще пару слов относительно того, откуда появлен, ну, то, что такие уравнения естественным образом появляются в приложениях самых разнообразных, это хорошо известно, но вот с вероятности точки зрения они еще могут рассматриваться как объекты, которые появляются при рассмотрении большой системы стокастических уравнений, взаимодействуют, процессов, которые взаимодействуют друг с другом, и, значит, предельный переход в такой системе при n, стремящемся к бесконечности, на самом деле приводит как раз к появлению меры мю, которая вот обобщает то, что написано здесь, ну, как некий вариант закона больших чисел, и, значит, соответствующее уравнение как раз имеет, ну, вот здесь написан более простой вариант, когда нелинейность по мере у нас входит только в сносовый, мера входит только в коэффициент сноса, вот, но рассматриваются и более сложные объекты. Значит, итак, развитие, да, ну, вот соответствующая предельная теорема была доказана разными людьми и в разное время с разными условиями на рассматриваемые коэффициенты уравнения и начальные условия. Ну, вот, в частности, Шнитманом в 89-м году была доказана сходимость вот такой системы взаимодействующих случайных процессов к предельной системе, а точнее, сходимость распределений вот этих процессов к этому. Ну, сходимость понималась в смысле уравнения, в смысле метрики Вассерштейна, скажем. Вот. Значит, теперь возвращаясь к исходной вот к задаче, которую рассматривал Маккин, нужно заметить, что вообще решение этой задач было сформулировано как некая мартингальная задача. А именно, значит, в чем же состояла задача? Вообще говоря, вот, в отличие от того, что делается в случае при рассмотрении обратных стахастических обратных случайных процессов, связанных с обратной задачей каши, там все осуществляется достаточно просто. Значит, если бы мы захотели поговорить немножко о том, как доказывать существование и единственность решения этого уравнения, мы просто построили бы схему последовательных приближений, и при тех условиях, при которых была сформулирована теорема, можно доказать, что эта система последовательных приближений будет сходиться к предельному процессу и функции, и таким образом будет получено единственное решение рассматриваемых задач. Постановка, связанная с мартингальной задачей, она более сложная, она требует выхода, так сказать, она не позволяет ограничиться рассмотрением конечномерных пространств, а требует выхода рассмотрения бесконечномерных объектов. В чем же она состоит? Как можно сформулировать эту задачу? Представим себе, что у нас задано семейство, пусть в качестве Омеги выбрано семейство непрерывных функций, в качестве сигма-алгебра в этом вероятностном пространстве, выбрана естественная сигма-алгебра, прожженная непрерывными функциями. Кроме того, давайте рассмотрим, обозначим P2 семейство мер уже в конечномерном пространстве, но с конечными вторыми моментами. И мартингальную задачу можно поставить таким образом. Значит, по заданной мере мю-ноль нужно найти вероятностную меру на вот этом вероятностном пространстве, такую, чтобы распределение мю-от-т, распределение случайного процесса кси, который мы собираемся построить, мю-от-т, чтобы мю-от-т, мера была непрерывной функцией со значениями в P2, более того, чтобы мю-нуле совпадала с заданной мерой, ну и кроме того, чтобы для всех тестовых функций, в данном случае из этого пространства, бесконечно дифференцируемых функций с компактными носителями, был случайный процесс кси от минус интеграл от л у кси с с был бы Мартингалом относительно меры P и сигма алгебры F от T. Лу это л мю? Да. Лу это л мю. Спасибо. это генератор того процесса, который мы строим сейчас самое действительно так сказать, можно только сказать, что вот если бы мы рассматривали все-таки эта постановка задачи, она годится как для меры, так и для плотностей этой меры, если они существуют. И вот У тогда была бы плотностью этой меры. И обозначения были бы те же самые. Итак, в 84-м году Фунаки показал, что вот если эти коэффициенты непрерывные, тоже, прошу прощения, относительно мю, конечно, х и мю, ну и вот он рассматривал ситуацию, когда еще существует функция Лепунова, то в этом случае существует единственное решение Мартингальной задачи. Вот, а в случае если коэффициенты еще и Лепшицева, то тогда это решение оказывается единственным. Лепшицева, конечно, требуется опять по х в евхлидовой норме, а по мю в норме Вассштейна. Эти, значит, вот уравнения Макина-Власова и связь, иногда обсуждалась связь с исходным уравнением параболическим, иногда она не обсуждалась, обсуждали сами по себе условия существования и единственности решения этой системы. И здесь есть очень большое количество работ, это очень разветвленное направление. Значит, ну вот я уже упоминала Фунаки и Шнитмана, есть большое количество работ Кармана и Деларю, есть связь, значит, связи между уравнением Макина-Власова и задачами теории игр сейчас тоже активно развиваются, есть относительно недавно появился двухтомник Кармана и Деларю, где обсуждаются эти связи. Вот из последних работ я упомяну работу Веретенникова и Мишуры и вообще, говоря, список тут достаточно большой. Вот, с другой стороны, значит, вот как-то Фрейдлинский подход, в общем, я бы сказала, что развивался только вот в работах Долецкого и моих. Вот нас интересовало как раз распространение этого подхода на ситуации, ну, прежде всего, на случай, связанный с системами уравнений, но системы уравнений даже возникают не потому, что они сами по себе нам так уж интересны, хотя и они интересны, конечно. Но дело в том, что я же говорила, что классическое решение вот той задачи, которую мы, значит, которая рассматривается в Фрейдлинском подходе, мы, значит, было приведено, было сказано, что функция В может служить классическим решением вот этой или функция У решением этой задачи, если коэффициенты достаточно гладкие и начальные условия достаточно гладкие. А как проверить этот факт, то есть как нам установить, что вот так заданная функция, она будет достаточно гладкой. Ну, самый непосредственный способ проверки этого факта состоит в том, что надо продифференцировать просто эту систему, но тогда, значит, у нас возникает здесь система, уже будет четырех как минимум уравнений, ну и надо продифференцировать эту систему, прошу прощения, это уравнение, и получить тем самым, значит, уже систему соответствующих, то есть даже для доказательства гладкости одного уравнения, скалярного уравнения, нелинейного скалярного уравнения нам приходится рассматривать системы, причем системы именно такой структуры, то есть в этих системах будут диагональные вхождения членов второго порядка, ну и производных по времени, и недиагональные вхождения членов младшего порядка. Ну вот значит еще одно замечание, которое значит важно, ну может быть я чуть позже о нем скажу. Значит, для того, чтобы построить решение этой системы, мы рассмотрим новую стахастическую систему, ну значит здесь более-менее очевидно, каков должен быть генератор случайного процесса, лежащего в основе этого вероятностного представления, в данном случае просто будет коэффициент диффузии равный а большому, а вот для того, чтобы учесть недиагональные члены, мы рассмотрим дополнительно линейное стахастическое уравнение с коэффициентами, зависящими от базового процесса кси. для того, чтобы понять как, поскольку вот ЦУ, которые тут стоят, это вот выписано, что означает это обозначение, просто чтобы немножко короче выглядела запись. так значит мы хотим теперь понять, как же будет выглядеть замыкающее соотношение, поскольку опять эти два уравнения содержат еще неизвестный объект У, который вообще говоря является векторной функцией. Ну и этот неизвестный векторный процесс У мы зададим таким образом. Рассмотрим скалярное у нас есть два случайных процесса у одного начальное условие х, у другого начальное условие h. h это тоже вектор той размерности какая размерность у системы. То есть мы рассматриваем скалярное произведение, которое задается таким образом, как математическое ожидание скалярного произведения процесса это t на векторную функцию u0 x от t u0 это данные каши для рассматриваемой системы. В результате мы можем сформулировать такое утверждение, что если все коэффициенты достаточно гладкие, если u0 ограниченная функция и коэффициенты c u0 c маленькая и c большое тоже ограниченные функции относительно аргумента x. Коэффициент a u0 x может быть сублинейным по x и кроме того все коэффициенты разрешаются им иметь полиномиальный рост по u. Тогда в этом случае опять мы можем сформулировать такое утверждение, что функция u заданная соотношением 12 представляет собой единственное классическое решение интересующей нас исходной системы вот этой, но опять на интервале времени, который будет зависеть от коэффициентов этой системы и от начальных условий. То есть мы умеем строить в принципе локальное по времени решение исходной системы. Однако на самом деле бывают ситуации, значит, можно сформулировать условия на коэффициент сноса в нашем линейном стахастическом уравнении, который позволит получить и глобальное решение для этой системы. Ну, для этого он должен иметь, это коэффициент, который как бы ответственен за диссипацию, и он должен быть достаточно мощным. Значит, вся эта наука была распространена и на случай, как я говорила, квазилинейных, и на случай в принципе полностью нелинейных параболических уравнений. Ну, для того, чтобы показать, как работает это продолжение, я рассмотрела самый простой вариант, значит, у нас мы рассматриваем квазилинейное, квазилинейное, ну, давайте сначала, пусть будет квазилинейное одно уравнение, хотя, опять же, это можно полагать, что это система сразу. Квазилинейное уравнение, и хотим, поскольку с квазилинейным мы не умеем справляться, мы умеем только справляться с семи линейной задачей, значит, тогда, пожалуй, его можно продифференцировать и рассмотреть, вложить это уравнение как компоненту в систему, в новую систему. Эта новая система будет состоять, во-первых, из уравнения, описывающего производную функции у по х, которую мы обозначили символом В, это уравнение будет иметь такой вид, и мы допишем к нему исходное уравнение, ну, слегка преобразовав его, то есть, что значит преобразовав, а мы просто, вот здесь функция Ф зависит от производной, но мы теперь знаем, что производная это просто новая функция в нашей системе, поэтому мы сюда напишем В. Ну и, кроме того, значит, допишем слагаемое, вот, например, мне хочется, чтобы генератор новой системы был, содержал еще и сносовый член, ну, тогда я и в исходное уравнение дописываю этот слагаемое и вычитаю его же, ну, хотя здесь написано ДУ по ДХ, а здесь написано В. тем не менее, это просто тождественное переписывание исходного уравнения. Ну, а тогда у нас опять возникает система того типа, которую мы только что рассматривали, и к ней можно применить вот этот подход, написать соответствующую ей стахастическую задачу, и, значит, если мы сумеем проверить, что выполняются условия этой теоремы, то мы тем самым докажем и существование решения исходной задачи одновременно. Ну, и вот такой подход можно распространить и на случай, когда у нас нелинейным образом входят и вторые производные. Ну, конечно, ситуация оказывается достаточно громоздкой, нам придется, но тем не менее она оказывается как ни странно замкнутой, что было непонятно с самого начала. Значит, продифференцировав трижды по переменной х, и вот рассмотрев такую возникающую при этом систему четырех параболических уравнений, окажется, что она имеет такую же структуру, как только что исследовалось, и все это рассмотрение можно применить к этому случаю. Ну, вот я уже говорила, что на самом деле, значит, вот мы все время говорим об обратной задаче Каши, но вообще говоря, значит, этот подход можно применить и к тому, что будет называться прямой задачей Каши, но это уже задача, тем не менее, она будет ставиться для случая, когда коэффициенты представляют собой, тут нет функциональной зависимости, коэффициент А, Y зависит от функции G, как функция, не от функционала, тем не менее, вот эта замена переменных позволяет нам перевести эту прямую задачу в соответствующую обратно и никаких сопряженных уравнений здесь рассматривать не надо. Значит, в этом случае мы действительно можем свести одну задачу к другой достаточно просто. Однако это в частности для систем мы увидим, что это вот если система имеет такой вид, то есть структура системы именно такова, то такой подход работает. Для тех систем, которые будут рассматриваться ниже, он работать не будет. Ну, значит, мы поговорили о очень гладких коэффициентах, очень гладких начальных условиях и о том, что для систем такого вида можно доказать на этом пути существование и единственность решения классических решений. Существование и единственность классических решений. Дальше возникает вопрос, а все-таки для стахастической задачи нам нужно гораздо меньше для существования единственности ее решения. А что можно сказать тогда о тех функциях У, которые возникают как решение этой задачи, какое они имеют отношение к исходным задачам параболическим. Можно ли что-то на эту тему сказать? И вот сейчас я хотела бы обсудить ситуацию, которая возникает, когда обсуждается вопрос о решении может быть даже и такой задачи, а может быть менее сложной задачи такого типа, но обсуждается вопрос о существовании так называемых вязкостных решений этих задач. То есть это уже будут непрерывные функции, то есть у них вовсе не будет идти речь о том, что у них должны существовать производные, но тем не менее мы хотели бы построить вероятностное представление решения таких решений. Я хочу сначала напомнить, что определение вязкостного решения это естественное обобщение классических подходов, которое было предложено где-то в 69-м наверное году работах Леонса и целой группы людей и Ши и других. И в чем состоял этот подход? Речь пойдет вот о чем, что мы рассматриваем такую полностью нелинейную параболическую задачу. Мы говорим, что функция У является вязкостным решением этой задачи, если выполняются такие условия. Значит, наряду с функцией У мы рассмотрим множество функций Фи и Пси. Они будут гладкими. Вообще говоря, можно брать просто здесь С0 бесконечность, можно брать вот такие. Какими свойствами дополнительно должны обладать эти функции? Во-первых, мы будем предполагать, что нас интересует поведение функции в точке ТХ. Эти функции будут совпадать со значением интересующей нас функции. А во-вторых, значит, функции Фи будут располагаться ниже функции У. Ну, если бы я могла рисовать, то я бы нарисовала такую вот картинку, что функция ведет себя как-то не очень гладко. над ней есть семейство функций и под ней есть семейство функций. И эти семейства вот обладают таким свойством, что в точке Х значит, вот эти функции будут иметь свой максимум и это будет, максимум будет равен нулю. Эти функции будут иметь свой минимум. Тогда второе неравенство У-Пси, наверное, перепутано, да? Должно быть больше либрованных. Да, да, конечно, конечно. Вот. И тогда значит, должны выполняться вот соответствующие отцены. Значит, теперь мы в это уравнение исходное вместо производных, которые не существуют, функций У, подставляем тестовые, производные тестовых функций. Ну, а саму функцию У оставляем нетронутой. И при этом, значит, в одном случае мы должны получить неравенство в одну сторону, а в другом случае, выполняя ту же процедуру, неравенство в другом случае. Вот опять в одном случае мы будем говорить, что мы построили таким образом субрешение, а в другом супер. С точностью до наоборот, так сказать, всегда надо проверять. Да, так вот, что же такое вязкостное решение? А вязкостное решение это то, для которого выполняются оба этих неравенства. При одной и той же функции У и для функции, которые лежат над ней, и для функции, которые лежат под ней, выполняются оба этих неравенства. То есть, функция, которая является и суп, и супер решением исходной задачи. Ну, вот теперь давайте рассмотрим тоже опять не самую общую, а просто квазилинейную задачу параболическую, даже пусть главные члены входят с линейными коэффициентами, и есть только вот член, содержащий нелинейным образом входящую функцию У и ее производную. Значит, теперь мы хотим построить опять стахотическую задачу, связанную уже с такой задачей Каши. Значит, это желание привело Парду и Пенга к созданию нового направления в теории стахистических уравнений, которое получило название обратных стахистических уравнений. Это очень естественный объект, который возникает таким образом. Значит, мы опять, вот глядя на это уравнение, мы понимаем, что с ним должен быть связан диффузионный процесс. Вот его генератор написан. Вот диффузионный процесс должен быть такого вида. Дальше мы говорим, ну давайте опять будем рассуждать таким же образом. Пусть у нас существуют классические решения этой задачи. Давайте посмотрим, как себя будет вести процесс Y от T, который представляет собой функцию от этого случайного процесса и попробуем посмотреть, как будет выглядеть его стокастический дифференциал. Когда мы посмотрим на его стокастический дифференциал, мы увидим, что я, к сожалению, не написала этого, стокастический дифференциал будет равен действию вот этого. Я не понял, вот А большое, значит, от X или только от X одного. Это опечатка. Можно рассматривать и этот вариант, тогда А будет зависеть от У тоже, конечно. Просто хотелось попроще вариант, здесь я не убрала У. Прошу прощения. Значит, ну, или давайте считать, поскольку там дальше У всюду содержится, значит, будем считать, что оно просто здесь потеряно. Я посмотрела, что здесь все эти написаны с участием У. Это ни на что не влияет, действительно. Значит, тогда, вот, в общем, формула ИТА, которую мы напишем, она уже писалась выше, у нее коэффициент ДТ будет содержать вот эти два члена, А дальше и еще будет коэффициент ДВ, который будет содержать выражение вот этого типа. Ну, дальше мы что захотим? Нам бы хотелось заменить вот эти два слагаемых на вот этот член. Ну, можем мы его заменить? Мы видим из уравнения, что вместо ДУ плюс вот так мы и делаем. И, кроме того, коэффициент при ДВ мы обозначим, будем считать, что это новый случайный процесс. В результате мы придем вот к такому, к такой нестандартной записи, которая называется обратным стахастическим уравнением. Значит, здесь вот Y и Z написано, что это такое. Мы будем рассматривать, почему оно обратное стахастическое уравнение, а потому что мы должны поставить задачу Каши для этого уравнения, чтобы обсуждать его решение. А обратная задача Каши для него ставится, нам известно значение этого процесса в момент времени T большое, потому что этот процесс это наше U, в момент времени T большое наше U, оно совпадает с U0, ну и значит мы получили, мы знаем, как себя ведет процесс Y в точке T большое. А найти нам нужно значение Y для всех T меньше T большого. В частности, если мы доведем решение нашего уравнения до момента S, то в момент S у нас, поскольку у нас процесс приобретет значение S, значение X, и тем самым мы и построим интересующую нас функцию U от TX, которая была записана раньше. значит, ну, это, конечно, совершенно новый тип уравнения, потому что оказалось, что он в это уравнение опять у нас входят два неизвестных случайных процесса, мы уже сталкивались с таким, но мы не называли их процессами, у нас были функции дополнительные, а здесь два случайных процесса, и для того, чтобы это стокистическое уравнение обсуждать его решение, нужно какое-то дополнительное соотношение, но это дополнительное соотношение дается применением теоремы Ита, которая говорит вот о чем, что если у нас есть случайный процесс, у которого конечный второй момент, и этот случайный процесс измерим относительно потока сигмалберг F от T, большое, порожденного Виннеровским процессом, то тогда такой процесс можно представить в виде среднего плюс стокастический интеграл, и коэффициент в этом стокастическом интеграле, он как раз, он определяется единственным образом. Поэтому для рассматриваемого нами случайного процесса, который мы назовем, в качестве которого мы выберем просто вот значение начального условия плюс тот коэффициент, который у нас стоит, здесь стал G, здесь у нас еще остался F, плюс вот этот коэффициент, то мы получим дополнительное соотношение, которое рассказывает, как нужно, выбрав в качестве кси здесь вот эту величину, мы получим дополнительное соотношение, которое позволит исследовать обратное стокастическое уравнение и построить для него его решение, в качестве которого понимается пара процессов Y и Z, процессы Y должны удовлетворять такой оценке, процессы Z должны удовлетворять такой оценки, ну и быть, конечно, согласованным с потоком сигма-алгебра. Можно еще раз, откуда взялось Y и Z, где перемены, откуда они возникли? Сейчас объясняю. Значит, вот исходное уравнение как выглядело действительно? Исходное уравнение выглядело таким образом, значит, вот оно было, это было исходное уравнение, у него было, вот, так сказать, у него была функция G, которая создавала такую неоднородность в этом уравнении, и нам нужно было, значит, мы ввели, в качестве процесса Y выбрали функцию U от T к С и от Т. У от Т, такси и от Т. Теперь для этой функции мы хотим написать, применяя формулу ИТа, написать вид стахастического дифференциала. Вот если, Сережа, если формула у тебя перед глазами, то ты поймешь, что в эту формулу входят вот эти два слагаемых и дальше стоит DT и плюс вот такое слагаемое с DW. Поэтому сумму вот этих двух слагаемых мы заменяем просто на G, ну, на минус G, естественно. А вот коэффициент, который стоит при DW, мы просто вводим его как новый случайный процесс. Спасибо. Я боюсь, что у меня совсем не остается времени. Мы, правда, на пять минут позже начали. Так, сколько у меня? Так, ну, Ян, минут десять у тебя точно есть. Хорошо, спасибо. Думаю, что хватит. Постараюсь. Значит, вот теперь я хочу поговорить о все-таки системах, которые не поддаются изучению вот на том пути, который обсуждался в течение почти всего предыдущего времени. Значит, это системы, которые носят, вот они уже появлялись в начале доклада, и сейчас я, наверное, лучше всего будет привести пример такой системы, о которой, собственно, и пойдет речь. Примером таких систем вот являются, ну, например, эти эти системы, они не придуманы умозрительно, а это системы, которые возникают при изучении, например, взаимодействия двух соперничающих популяций в биологии. Они возникают как системы, возникающие при описании процессов хемотаксисов. Значит, что такое хемотаксис? Это коллективное движение клеток под воздействием какой-то химической субстанции, которая может имитироваться самими клетками, может поступать извне. Ну, и, значит, вот возникает вопрос, а эти системы, как написать соответствующие, значит, и системы, вот, нестандартные для нас, потому что вы видите, что сюда входит вторая производная функции У1 плюс вторая производная функции У2, умноженная на У1. Вот что-то такое странное и не очень привычное. Значит, ну вот, эти системы становятся более прозрачными с точки зрения, так сказать, с вероятностью точки зрения, если понимать, что нужно рассматривать эти системы как прямые, как системы прямых уравнений Калмогорова, что для них нужно искать тоже слабые, так называемые слабые или обобщенные решения, то есть нужна система, нужно рассматривать систему тестовых функций, рассматривать сопряженное уравнение относительно тестовых функций, и вот вот такая задача, значит, такая постановка называется поисками слабого решения для этой системы. Но теперь возникает вопрос, ну, в общем, к сожалению, нам еще эта постановка ничего не дает, она пока тоже достаточно непрозрачна, поэтому выясняется, что для наших целей нужно понятие так называемого очень слабого решения исходной задачи, ну, на самом деле это очень просто, просто нам нужно дважды, вот нам недостаточно один раз перебросить производную на тестовую функцию, как это делается в определении слабого решения, а нужно обе производные перебросить на тестовые функции. А тогда то, что здесь возникает, вот если посмотреть на это внимательно, уже, так сказать, для вероятности глаза гораздо приятнее, потому что то, что записано в скобках, в общем, вполне естественно понимать, как некая обратная, обратная, вот если мы потом приравняем это нулю, то мы можем смотреть на это как на обратное уравнение Калмогорова. Но правда, для чего оно написано и как оно там, в общем, что из этого получается, потом надо исследовать, но по крайней мере такая догадка уже возникает, что вот этот коэффициент нужно рассматривать как коэффициент диффузии и тем самым значит, надо, вот, можно рассматривать такие, такую постановку, значит, вот рассмотреть коэффициент, который здесь возник, АМ, коэффициент диффузии, он как раз есть корень квадратный, да, конечно, мы должны предполагать, что то, что там стоит, это положительно определенный, что это положительная величина, что из нее можно извлечь корень, и этот корень не будет играть роль коэффициента диффузии, но в принципе мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда коэффициент диффузии, вот он зависит от каких-то там неизвестных объектов, ну, пока они функции на самом деле, и дальше, значит, тогда мы хотим рассматривать эту структуру действительно как вот теперь нам нужно объяснить, что же такое вот начальное условие, которое здесь будет написано, это будет случайная величина, и мы потребуем, чтобы эта случайная величина была, ну, во-первых, случайные величины с разными M будут независимыми, у нас их всего M1 и 2, вот, и кроме того, венеровские процессы тоже, они независимы, W1 и W2, и не зависит от, начальное условие тоже не зависит от этих процессов. Теперь давайте будем считать, что начальное условие имеет вот такое распределение, и пусть это распределение имеет такую плотность U, вот сейчас мы пока рассматриваем ситуацию, когда коэффициент диффузии зависит от именно этой плотности, вот, ну, поскольку там у нас в нашем уравнении, которое нам было предложено, так сказать, биологами, здесь стоит еще члены нулевого порядка, тоже недиагональным образом входящий, то нам придется еще наряду с этим уравнением рассмотреть и вот такое линейное уравнение, вообще говоря, это обыкновенное дифференциальное уравнение, но только со случайными коэффициентами. Значит, ну, то есть, это соответствующие экспоненты, фактически, процесс это от Т, это экспоненты такого вида. И вопрос опять... А ТТА это что? ТТА от Т тоже нет? ТТА? Нет, ТТА это просто переменная, временная, интеграл по ТТА берется. То есть, время это ТТА? Ну, еще раз, здесь стоит экспонент, где стоит интеграл... Да, время это ТТА, но время это и ТТА. В уравнении, да, понятно. В интеграле стоит ТТА, интегрирование ведется по ТТА, а здесь время ТТА. Нет, там уравнение, в самом уравнении там ТТА. Время, время, конечно. Время, конечно. Процессы у нас, случайные процессы зависят от времени. Вот, тут с буквами напряг. И вот возникает вопрос, как замкнуть эту систему. Что же такое функция У, как ее задать, и вообще, есть ли у нас такая возможность, чтобы ее задать. На самом деле, оказывается, что тут все гораздо сложнее. Значит, в качестве замыкающего соотношения можно предложить вот такую структуру. Но опять, нам нужно, поскольку это уравнение типа, системы, типа системы уравнений Калмагорова, прямых уравнений Калмагорова, не мудрено, что нам нужно выходить опять в пространство Омега, выбирать в качестве пространства Омега пространство непрерывных функций, считать, что наш процесс к Си-Эм, это будет канонический процесс, так сказать, заданный на этом пространстве. и Ку-Эм, это будет мера на пространстве С, порожденная этим каноническим процессом. Более подробно у меня нет возможности говорить, но дальше выясняется, что да, хорошо, можно накладывать условия, при которых вот эта система уравнений 24, 25, 26 будет существовать единственное решение этой системы. Но дальше возникает вопрос, хорошо, а какое же отношение вот эта функция У имеет к исходной задаче? А дело в том, что в этой ситуации формула ИТа неприменима, так сказать, ее не к чему применять, она ничего не дает. Вот. И поэтому, значит, предлагается совершенно иной послужить. Почему ничего не дает? Я не понимаю, почему он вытянет. Сережа, я прошу прощения, у меня сейчас времени вдаваться в подробности. Вот второй подход, окажется, объяснит в некотором смысле почему. Значит, на самом деле выясняется, что не умеем мы рассматривать, что вот то, что написано здесь в таком виде, это у нас в действительности некая, тоже некий трюк, а то, что будет рассматриваться здесь, все равно нам нужны коэффициенты, которые будут функционалами от нашей меры или от ее плотности, неважно. И поэтому мы сразу давайте введем новую дополнительную систему, в которую уже, вот видите, здесь стоят квадратные скобки, все как положено, коэффициент M зависит от свертки функции мю, или функции, или меры мю с вот этой, кстати, в качестве ро здесь выбрана функция, которая служит, я не знаю русского варианта для моллифайер, но сглаживающая функция, которая, если потом мы будем выбирать систему таких функций, то это будет, скажем, роэпсилон, то это будут просто как колокольчики, которые стремятся к дельта-функции. Вот, функция такого типа, бесконечно дифференцируемая, ну, обладающая еще рядом свойства. Итак, мы, значит, вот ввели новую систему, новый совершенно объект, значит, процесс КСИ, у которого уже коэффициент носит такой характер, но мы уже говорили, когда рассматривали скалярные уравнения, что такие объекты можно рассматривать, но нам понадобится еще процесс ЭТО, у которого тоже коэффициент С заменен на просто функцию У на вот эту свертку. И в качестве замыкающего соотношения нам опять не хватает замыкающего соотношения, у нас мера мю здесь, которую мы пока не понимаем, как задать. Мы понимаем, что она как-то должна быть связана с процессом КСИ, но как? В качестве замыкающего соотношения предлагается выбрать, ну, в общем, аналог представления Феймана Касса все равно. Значит, вот такое соотношение. Мы хотим, чтобы для тестовой функции интеграл по этой мере задавался правой частью. В правой части нам вроде как в данный момент все задано. нужно доказать, что правая часть является ограниченным функционалом на пространстве измеримых ограниченных функций. В этом случае она определяет, действительно, однозначно определяет меру ню по теореме Рейса. То, что нам нужно будет проверять, это тот факт, что вот это ограниченный функционал. А дальше все оказывается еще интересней для того, чтобы понять, что мы хотим теперь проверить. Мы хотим проверить, что эти две системы эквивалентны. Почему это нам так интересно? А потому что вот эту систему мы можем решать, то есть мы можем строить последовательные приближения, мы можем обсуждать вариант сходимости соответствующих отображений. А вот эта система нам интересна тем, что здесь все понятно, здесь мы легко проверим. Вот тут формула ИТа применима. И применяя формулу ИТа, мы покажем, что мера мю на самом деле в слабом смысле удовлетворяет исходной системе уравнений. Что меры мю в слабом смысле удовлетворяют исходной системе уравнений. Ну, значит, доказательство эквивалентности этих двух систем основано на том, что нам нужно рассмотреть характеристические функции. То есть по-другому скажем. Значит, нужно применить преобразование Фурье к функции УЭ. и исходя из этого, значит, во-первых, проверить, что действительно, что преобразование Фурье для исходной функции У, которую мы ищем, оно на самом деле представимо в виде произведения преобразования Фурье начального условия Ро и меры Мю, которая возникла, возникает здесь вследствие уже теоремы Бохнера, что эти два объекта связаны таким образом и более того, что функционал порожденный мерой Мю, он действительно, так сказать, опять используя тот факт вот этих равенств может быть преобразован с помощью вычисления обратных преобразований Фурье, может быть проверено, что действительно та самая мера, которую мы, существование, которой мы гарантировали теоремой, в начале теоремы Рейса. Ну вот, значит, доказав эквивалентность этих двух представлений, мы тем самым, значит, для одного из них мы доказываем существование и единственность, второе мы проверяем, что оно связано с первым соотношением эквивалентности, ну и тем самым мы по существу показываем, что мы построили решение, что хотя у нас здесь стоит функция в нашей системе, которую мы рассматриваем, она записана через функции U, но на самом деле по существу тут написано уравнение не для функции U, функция U это свертка соответствующего начального условия, когда здесь в качестве будет стояло бюро и той меры мю, которую мы построили с помощью рассматриваемого случайного процесса. Поэтому, значит, сейчас, я надеюсь, что я написала окончательный вариант того, что здесь нет, не написал. Ну, значит, тот факт, который доказан, он состоит в том, что мера мю будет удовлетворять уравнению такого вида, как было написано там, но только нужно вместо мю а, вот написано оно, прошу прощения, оно действительно написано. Значит, тот факт, который мы сформулировали сейчас, он доказательство того, что мера мю будет являться слабым решением вот этого, вот этой параболической системы. Вот, все, спасибо, я прошу прощения за то, что я затянула. А квадратные скобки что здесь означают? квадратные скобки квадратные? Нет, они означают, что мю м умножено на вот эту сумму. А на функцию, это уже функции в скобках, да? Да, здесь же стоят свертки. Понятно, спасибо. Так, вопросы есть? Так, меня слышно? Да, конечно. Ага, я как-то интернет немножко. Так, ну, уважаемые коллеги, вопросы, пожалуйста. Правда, мы задавали их в процессе. Так, ну, ладно, поэтому вопросы иссякли. Ладно, тогда, ну, спасибо большое за доклад. Спасибо вам за внимание.